Примите, пожалуйста, мои поклонные, уважаемые преданные. Вся слава Шриле Прабхупаде. Продолжаем чтение. Шричитания Бхагаваты, написанное Шрилой Вриндадамом Дасантакором, которого называют Вьясадевы Лил, Господа Читания Махаправу. Мы ведем эту трансляцию на трех каналах одновременно, в группе ВКонтакте, на канале YouTube и также в группе или на канале Instagram. И поскольку трансляция идет на два устройства одновременно, поэтому простите, пожалуйста, что я не всегда смотрю в вашу сторону. Приходится смотреть в две разных стороны одновременно, плюс еще читать текст с экрана компьютера. Продолжаем чтение со стиха. 24. На самом деле мы 24-е прочитали уже, но прочитаем его еще раз. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya 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 Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda «Сочетание Шри Chaitanya Bhakta» 1-я глава Адди Канды, стих 24-й. Услышьте же стихи Шимад-бхагаватам, произнесенные Шишукадевой Госвами Махараджи Парикшиту. В этих стихах описывается Господь Баларама и его раса Лила во Вриндаване. Напомним тем из вас, кто подключился или подключилось только что к нашей трансляции. Это уже пятый день трансляции. Мы читаем первую главу Адди Канды, в которой в начале Вриндавана Даста Кур в пяти шлоках произносит Мангала Чарну, дает благословение тем, кто слушает это великое произведение, описывает ее главную тему и также описывает божество всего произведения Господочитания Махапрабу с его вечными спутниками. И затем в Вриндаване Даста Кур мы обычно читаем переводы шлок, чтобы подвести читателей к нынешней шлоке, но их теперь уже достаточно много, 24 стиха мы прочитали, поэтому мы не будем читать шлоки снова. Однако на протяжении последних десяти-двенадцати шлок Шила Кришнацкая Виража Гасва Аши решила Вриндавана Даста Кур описывать положение Господа Нитянанды, который, во-первых, является духовным учительным Вриндавана Даста Кура. Вриндавана Даста Кура был последним учеником Господа Нитянанды по воспоминаниям его биографов. И также он описывает его положение как старшего брата Господа Читания Махапрабу, как того, кто своей милостью делает людей достойными поклоняться Господу Читания Махапрабу. И как даже прославление Господа Нитянанды сразу низводит, как сказать правильно, призывает благословение на того, кто слушает эти прославления, и того, кто рассказывает их, сама богиня Пратвитна Насрасвати, богиня знаний, проявится на языке такого человека. И все в его жизни будет очень благоприятным, если он будет вниматься на слушателей и успевать славу Господу Баларамы. Как мы знаем, в Кришна-лилии Господь Баларама также предшествует приходу Господа Кришны, проявляется в лоне Деваки, и Ачарь объясняет, что это знаменует необходимость принятия духовного учителя, который очищает наше сердце настолько, что мы смогли поклоняться Господу Кришне таким отечественным принятием наставлений духовного учителя сердцем. То же самое происходит и здесь, в описании явления, в описании явления деяний Господа Нитянанды. И поэтому продолжаем чтение с описания Его деяний в образе Господа Баларамы во Вриндавани. Шила Бхакти Сиданта Сарасу Титаккур дополняет в четырех стихах, Шима Бхагава, там 10, 65, 17, 18, 21, 22, Шила Шукадева Госвами рассказывает Махарадже Парикшиту, араса лили Господа Баларамы и его подружи в Гоби в ночь полнолуния. Ранее Шукадева поведал царю о том, как Баларама приехал в Гакулу, о том, как младшие жители Вриндавана с любовью встретили его, как он утешил всех, кто сгорал в разлуке с Кришной и Старшей во главе с Нандой и Шудой, друзей-сверстников и Гопи, жизнь которых была отдано Кришне. Текст 25. Верховный Господь Баларама жил во Врадже в течение двух месяцев, Мадду и Мадавы, проводя ночи с девушками-пастушками и даруя им радость любви. Комментарий Шивы Бхакти Танта, Сарасу Титакура. Брихат Вайшнава Тошини, Шива Санатана Госпами так описывает раса лили у Господа Баларама. Шива Баларама утешил тех Гопи, которые были связаны любовью с Кришной, достигнув главной цели своего приезда во Вриндаван. Этим он явил свою любовь к жителям Враджи. Затем Баларама насладился весенними играми со своими Гопи. Далее Шива Санатана Госпами пишет, во фразе «ратим-авахан» слово «рати» означает изначальное, ади, раса. Префикс «а», длинное «а», означает должным образом, а слово «вахан» получает «он рама», то есть «он, как никто другой, искусен в любви». «Он Верховный Господь, и поэтому в совершенстве знает природу любви, описанную в Камма-шастрах». Слово «тага», упомянутое в предыдущем стихе Шримад Бхагаватан, также указывает на те Гопи, которые страдали в разлуке с Кришной и у которых не было других устремлений, кроме желания вновь встретиться с Кришной. Поэтому Шри Баларама жил во Вриндаване в течение двух месяцев, каждую ночь встречаясь с девушками-пастушками в танце любви. Слово «ча» позволяет заключить, что милосердный и несущий радость каждому Господь Шри Баларама, видя, как велика скорбь девушек в разлуке с Кришной, провел во Вриндаване более двух месяцев. В комментарии Лагу Тошани Шриладжива Госвами пишет, «В этом стихе слово «гопи» и «нам» указывает на других девушек-пастушек, поскольку слово «гопи» не всегда означает «гопи» Кришны. Кто-то спросит, в чем же различие? Кришна встречался ночью с Гопи, и Баларама встречался с Гопи. Разве это не были одни и те же гопи? В ответ можно сказать, что гопи, участвовавшие в расе Лилии Кришны, это другие гопи, и в этом нет сомнений. Итак, у Баларама есть свои гопи. Утешив девушек-пастушек, страдавших в разлуке с Кришной, Шри Баладева отправился к тем гопи, в присутствии которых Кришна однажды шутил с ним. «Мой старший брат, мой дорогой старший брат, эти гопи мечтают прильнуть к твоей широкой груди и оказаться в объятиях твоих сильных рук. В то время Баларама не прикасался к этим гопи, но Кришна шутливо намекал на будущее. Гопи, о которых здесь идет речь, это другие гопи, младшие по отношению к главным гопи, любимым подругам Кришны. После победы на Шанка чудой, Кришна праздновал холи со своими подругами, и у нас нет никаких свидетельств в пользу того, что Кришна когда-либо прикасался к младшим гопи. Его слова, обращенные к брату, были наставлением для них хранить Савамудрия для Баларамы. Так Кришна всегда усилил надежду в их сердца. Слово кшапасу означает наиболее сокровенный. Слово рама в этом стихе означает искусное унаслаждение. В Крамасандарбе Шиладжива Госвами пишет, гопи, о которых говорится здесь, как о гопи Баларамы, это те девушки-пастушки, которые были вместе с подругами Кришны после победы над Шанка чудой во время празднования холи. Согласно указанию Шри Кришна, они хранили целомудрие. Нет упоминания о том, что Баларама когда-либо прикасался этим гопи во время его ранних игр во Врадже. Зато говорится, что они были особенно привязаны к Нему. Видя их чувства, Кришна милостиво попросил их хранить целомудрие ради удовольствия Баларамы. В Крамасандарбе Шиладжива Госвами пишет, слова «Он доставил радость своим гопи» означают «Он доставил радость гопи, хранящим Ему верность». В комментарии Сарарта Даршины Ши Вишвената Чакабартитаку рецессируют Шидару Госвами. Цитата. «Баларама совершал свои любовные игры с теми гопи, которые еще не родились, когда Кришна совершал свою Расалилу, или с гопи, которые были слишком малы, чтобы встречаться с Кришной. Таково заключение предыдущих очариев. Наш Прабхупада Ши Санатана Басвами сказал, что гопи Баларамы – это гопи, которые присоединились к подругам Кришны во время празднования холи после смерти Шанка Чуды». Вот такие сокровенные темы обсуждает Шилабхистанта Сарасватитаку в своем комментарии к этим стихам. При этом очень важно подчеркнуть, что сам Шилабхистанта Сарасватитаку в высшей степени строго относился к квалификациям преданных на обсуждение таких сокровенных тем, вспоминает, что в Ши Гаудимадхи, по-моему, речь шла о Гаудимадхи в Калькутте, насколько я помню, в Багбазар Гаудимадхи, его ученики вспоминают, что в свое время они читали Багаватам весь от начала до конца, не переступая, перескакивая через какие-либо песни, очень верно следуя повествованию. Но когда Шилабхистанта Сарасватитаку узнал, что настал черед чтения 10-й песни Шиманх Багаватам, то он прислал им письмо, в котором строго повелел перестать читать 10-ю и переходить сразу к 11-й. Хотя среди чтецов и слушателей этого повествоведения были Саньяси, Брахмачари, то есть далеко не начинающие преданные, были зрелые, очень опытные, доказавшие свою чистоту поведения многими годами садданами. В общем, Шилабхистанта Сарасватитаку относился к этому довольно строго. И точно так же наш Шилабхуупада, я говорю наш, потому что здесь Шилабхистанта Сарасватитаку называет Шилабхистанта Магасвами наш Прабхупада. А наш Шилабхупада также относился строго к чрезмерной разборчивости или выборочности преданных в чтении его книг. В свое время в Лос-Анджелесе, по-моему, это было в 75-м году, если я не ошибаюсь, после выпуска читания Чиритамриты в 76-м, Шилабхупаде сообщили, что некоторые его ученики и ученицы устроили то, что они называли, не знаю, в шутку или серьезно, Гопи Бхава Клаб, то есть Клуб Гопи Бхавы, где они читали книги Шилабхупады, причем, ну, читали только их с его комментариями, но читали их выборочно, они выбирали в читании Чиритамрите те разделы анти-лилы, в которых описывались сокровенные взаимоотношения, вот подобные этим, и даже еще более сокровенные описания и взаимоотношения между Гопей и Кришной. Думаю, что такого рода чтения поможет им быстрее развить любовь к Кришне. На что Шилабхупада дал им крайне резкий, раз резкую отповедь, устроив вызву их к себе, а читав их, он сказал, что вы не имеете права выбирать из моих книг то, что вам читать по нраву. Нужно читать их все от начала до конца, не думая, что какие-то из них разделы менее для вас актуальны, какие-то более. На что они попытались робко оправдаться, сказав, что мы вот хотели развить вкус, и мы хотели понять. И Шилабхупада обрезал их, отрубил их и сказал, вы должны вначале развить себе вот такое понимание, как у Господа Читании, который сказал, мой Гуру Махарадж сказал, я глупец и не имею права читать Веданта Сутва, и сказал мне повторять Харе Кришну. А я и повторяю, смиренно Харе Кришну, как Он мне сказал, не думая, что я умнее Гуру Махараджа. Развейте себе вот это желание вначале, вот это понимание, а потом уже поговорим обо всем остальном. Поэтому, читая вот такие описания, вкрапленные в слова великих Ачарий, которые квалифицированы их и читать, и обсуждать, и думать о них, и объяснять их другим, мы не должны принимать всплеск интереса к этим темам за истинно духовную эмоцию. Наш интерес к таким темам может иметь примерно такую же природу, что и всплеск интереса к описанию тех историй, в Лила Господа Читания, где его кормят разными вкусными яствами. Адвайта Чарий, например, его угощают разными вкусными яствами в своем доме вместе с Господом Нитя Анандой. И там рассказывается меню, чем их карамель. И у нас появляется интерес к этому меню больше, чем к описанию и философии. Так вот, этот интерес к такого рода темам может, я не говорю, что всегда, но может иметь такую же природу. И мы должны крайне осмотрительно относиться к переоценке нашей квалификации на стене одних лил в ущерб другим. Шрила Прупада также говорит об этом в комментарии к 53-му тексту 7-й главы 2-й песни Шримабхагаватам, где он подчеркивает, что для неофитов, вальшнавов, к которым относимся, ну, я по крайней мере точно отношусь к ним, не знаю, как вы, дорогие преданные, но для них, Шрила Прупада пишет, для таких неофитов, чтение о играх Господа с его внешней энергией, проявляющейся во встроении материального мира, чтение о его сриште-лила, сриште-лила, это лила по творению материального мира, для таких начинающих преданных эти лилы, чтение таких лилов, так же благотворно, как для освобожденных душ чтение о расы-лили. И более того, он говорит, освобожденные души не проводят различия между одними лилами и другими. Из чего сделать можно вывод, что если кто-то из нас проводит различия между одними лилами и другими, то это не совсем, это признак не указывающий на освобожденность, скажем так. Вот, это я хотел сказать, и дальше мы читаем 26-й текст, в котором также описывается это тексты Шимат-Бхагаватам. Приводится здесь Шилой Вриндауна Дасан-Такурам приводится 4 текста Шимат-Бхагаватам, описывающим расу лилу Господа Баларамы. Один из них мы уже прочитали из 65-й главы 17-й текст, 10-й песни. Сейчас прозвучит текст 18-й и после этого будет из этой же главы текст 21-й, 22-й. Текст 26-й читания Бхагаваты первой песни, первой главы Адиканды. Пурна-Чандра-Калам-Рыштей-Кумуди-Гандаваю-На Ямуно-Паванэ-Рейми Сэ-Витэ-Стри-Ганайр-Врита «Прекрасная роща на берегу Ямуны, где Баларама наслаждался со множеством девушек, купалась в лучах полной луны, а легкий ветерок повсюду разносил аромат лотосов, цветущих ночью». Комментарии Шилы Поксиданта Сарасу Титакура. Ши-Санатана Ши-Санатана Гасвами в комментарии Брехат Вачного, Тоши-Санатана так описывает Раса Лилу Господа Баларамы. «Вечная полная луна Божественной обители проявилась на небосводе, желая доставить удовольствие Балараме и увеличить красоту Вриндаваны». Вечная полная луна это означает, что луна во Вриндаване не следует фазам, таким как фазы, астрономические фазы нашей обычной луны. И когда она нужна во всем свете, так же как свет Юпитеров во время театрального представления опытный светооператор, светорежиссер может включить все Юпитеры на полную мощность, когда нужно. Или пригласить их, приглушить их, когда требуется по жанру произведение. Точно так же таким режиссером игр во Вриндаване является Йога Майя. И она, когда нужно, включает луну полной мощности. И она светит не повинуясь фазам, а повинуясь потребностям расы. И вот эта полная, вечная, полная луна Божественной обители появилась на Непосходе, и желаю доставить удовольствие Балараме и увеличить красоту Вриндавана, что нет ничего красивее, чем Вриндаван, освященный полной луной. Слава Слава Сэвитэ Стриганай В каком-то смысле луна даже важнее, чем солнце. В каком-то. Хотя тут сразу вспоминается на ум. Приходит шутливое высказывание Казьмы Пруткова, коллектива авторов 19 века, в котором он говорит, если меня спросят, что важнее луна или солнце, то я отвечу, что луна несомненно важнее, чем солнце, потому что луна светит ночью, когда темно, а солнце светит днем, когда и так светло. Но это шутка, конечно, с их стороны. Но в этом тихе описано, что красота луны, свет луны усилит красоту Вриндавана, и можно понять, почему. Во-первых, потому что свет луны особенный, он очень мягкий, высвечивает, знаете, как иногда опытные художественные, графические редакторы, дизайнеры, они могут поиграть с соображением с помощью разных светофильтров и эффектов, так что скрадываются недостатки человека и проявляются достоинства как-то в профиль, в силуэт, что-то еще. И с помощью игры можно создать определенный флер, такое определенное видение, определенный стиль изображения. В свое время было популярное изображение призмы, которое превращало фотографии в стилизованные портреты в стиле Рембрандта или Ван Гога или еще что-то в этом роде. И вот луна Вриндавана, вообще любая луна, но луна Вриндавана особенно, она еще больше украшает красоту Вриндавана, которая украшения не нуждается, но когда светит луна, то Вриндаван становится еще более романтичным. И во-вторых, полная луна указывает на то, что в ней есть потребность. И именно Раса Лила, Господа Кришны и Господа Баларама являются центром притяжения всех жителей Вриндавана. Все служат ей. Поэтому в каком-то смысле, хотя в Вриндаване есть преданные, которые находятся в разных расах, мы об этом уже читали, здесь есть преданные, ходящие в танце, в расе шанта или нейтральной расе, в расе даси служеской, в расе служения, в расе братской или дружеской, в расе радирской, в расе супружеской, однако, в центре всех рас без заключения находится раса Лила, Господа Кришны, в том числе и в центре внимания деревьев и земли, и луны, потому что их роль в этой расе служить особым образом антуражем, служить декорациями, служить освещением и, в общем, созданием атмосферной, необходимой для этой игры. Поэтому, как об этом говорится в Баджане Вайшнава, прославляющей Вриндаван, джая-джая-юджвала-раса-сарва-раса-сар, она является сутью всех рас. Это называется Браджуты Прачар, это в расе есть проповедь Вриндавана. На самом деле, когда мы с вами повторяем Махамантру Харе Кришну, участвуем в Киртане, Господа Читане, Маха Прабу, или проповедуем, как Шрилов Пада сам объяснял всем ученикам проповедь, сознание Кришны, распространение книг, и, пожалуйста, дорогие преданные, если у вас есть возможность делиться книгами Шрилов Пада с другими, делать это как можете, выкупайте их, дарите, или продавайте сами их, распространяйте, читайте их, делитесь с другими книгами, с другими, чтобы они доходили до других людей вместе с вашим вкусом к ним, к этим книгам. Шрилов Пада подчеркнул, что это и есть служение гопи. Он говорил, что именно этим заняты гопи, потому что они все хотят привлечь к служению Кришне, самого дорогого для них. Человек, который говорит, что любит Кришну, но не старается привлечь к его служению других, не очень-то любит его, потому что настоящая любовь такова, что она не может ограничиваться, не может довольствоваться своим собственным чувством, ей необходимо вдохновить других на то же самое чувство, потому что любовь к объекту любви, она должна греметь, она должна проставлять объект любви в глазах других людей, и критерием силы этой любви является способность привлекать к служению к любви этому объекту любви других. их, ее заразительная сила, скажем так, и в этом смысле беспримерный образец или талон такой любви, это Шрила Прабхупана, который смог заразить своей любовью к Кришне весь мир. Вот так, поэтому продолжаем читать комментарии Шрилы Башнадыча Каладья Такура. А, нет, мы еще не зачитали комментарии с Санатаной Магаслами. Итак, полная луна Божественной обители. В этом смысле любовь к Шрила Прабхупату напоминает такую вечную полную луну Божественной обители, потому что она увеличит красоту Вриндаваны и привлекает к Вриндаване всех остальных, в этом служении Господу Кришне всех остальных. Шрила Прабхупата даже пишет в книге о Кришне, что все танцуют под флейту Кришны, вся Вселенная, без исключения. Такое видение чистого преданного, и из-за его горячего желания поделиться Кришной с другими, Кришна воплощает это видение чистого преданного. Так что из сердца тех, кто слушает его, слова меняются, и они становятся преданными. Также хотят они или нет, это уже не так важно. В этом смысле чистая любовь Шрила Прабхупата, мне очень нравится это сравнение, можно сравнить ее с Пурно-Чандра-Калам-Риждой, с полной луной, которая усиливает красоту Вриндаваны, настолько, что даже люди, не желающие в Вриндаване жить, не заслуживающие того, что там жить, заслуживают и желают. Есть удивительная история, мы сегодня на истории немножко застряли, мы прошли только два стиха. Но история про наш храм, Кришна Баларам, мандир, Катого Вриндавани, который опять же является еще одним примером чистой любви Шрила Прабхупата, проявленной в форме этого удивительного храма и божеств, которые там живут, Шриши Радаши Масундара, Лалита Вишака и Горни Тай, и Радаши Масундара, и Кришна Баларам, прошу прощения, Кришна Баларам, Радаши Масундара, Лалита Вишака и Шриши Горни Тай. И этот храм, который раньше был над Шиби Вриндавана, где-то на окраине его уже, фактически на границе, а теперь он центр жизни во Вриндаване, во всех отношениях, даже в экономической, можно сказать, не соревнуясь, не соперничаясь с другими храмами, но он действительно привлекает сотни тысяч людей во Вриндаван, опять же силой и с яркостью света божественной полной луны любви Шрила Прабхупата Кришны и к своему духовному учитель. История, которую я слышал, это то, что поскольку Вриндаван располагается по дороге из Дели в Агру, Агра это известная достопримечательность, место, куда приезжает много туристов. И они едут через Вриндаван, фактически через Врадж. Все они приезжают сквозь Врадж на пути в Агру. И экскурсоводы, многие из них выходцы из Враджа-мандалы, они знают Вриндаван и любят Вриндаван. Работа у них водит людей в Агру, но призвание водить их во Вриндаван. И вот один такой экскурсовод, пользуясь тем, что Вриндаван по дороге, смог убедить, как-то вдохновить свою группу туристическую туристов из Израиля, пожилых женщин и мужчин, которые вот на склонни лет обычно ездят по разным местам, чтобы посмотреть на склонни лет то, что они не успели посмотреть в разгар своей жизни. И они приехали во Вриндаван. Он сказал, вот давайте заедем, тут всего 5 километров от дороги, поехали, там замечательные храмы есть, вот они приехали туда, они все с камерами ходили, смотрели, тогда еще камеры были, а не телефоны. И вот один пожилой турист, как рассказывали, из Израиля, человек уже, наверное, лет под 70, он зашел в наш храм, Кришна Баларам-Мандир, и стал на камеру все снимать, и видоискатель его камеры уперся в Кришну Балараму. И вдруг он отвел камеру от глаза, стал смотреть уже на них своими глазами. И потом он сел на полу, вот прям там, где стоял, хотя группа должна была ехать дальше, он сказал, я никуда не поеду. Я в своей жизни не видел ничего красивее, чем это. Я не знаю, кто эти фигуры, что они из себя представляют, что здесь вообще происходит, но я не хочу никуда ехать, потому что я приехал, все, я ничего в жизни красивее не видел, я не хочу отсюда уезжать. Я не знаю, что с ним было потом, но его вроде бы убедили уехать как-то, но вот эта сила, как это называется здесь, пурна-чандра-каламриште, сила любви Шилы Прабхупады, которая своей чистой луной своей любви высвечивает Вриндаван в сердцах всех, даже те, кто в Вриндаван приезжает как турист. И те, кто вообще ни на него не приезжает, те, кто просто живут у себя в домах, в городах на западе, востоке, на севере, на йоге. Но читая книги Прабхупады, соприкасаясь с преданными Шилы Прабхупады, обретают Вриндаван в своей жизни, также видят его в форме счастья, которые проявляются в их сердцах, когда они читают о Кришне. Поэтому, дорогие преданные, если вы хотите подарить самое дорогое, что можно подарить, и нет ничего дороже Вриндавана, даже для Кришны есть знаменитый стих из «Десятой песни Бхагаватам», где описывается, как мальчики и пастушки, вернее, как пастухи взрослые переезжают из Гакулы во Вриндаван из-за того, что в Гакуле стало слишком неспокойно. И когда они приехали во Вриндаван, то в стихе есть Бхагаватам, и описывается, как Господь Кришна отреагировал на предство Вриндаванам. В Вриндаванам говорится «Вриндаванам говарданам ямуна пулина нича викшья сит уттама притти рама мадаваю рипа». Шукадева Госвами в восторге говорит «О царь, когда Кришна бала рама, рада мадаваю рипа, увидели Вриндаванам говарданам, увидели холм говардан и ямуна пулина нича и берега ямуны викшья», увидев, «уттама притти ра», в их сердца, викшья сит уттама притти ра, в их сердцах появилось огромное блаженство, уттама притти ра. Они не смогли сдержать свои радости от того, что приехали во Вриндаван. Так вот, чтобы подарить Вриндаван другим, можно дать его в виде слов Шива Прабхупада в его книгах. Поэтому дарите книги Шива Прабхупады, читайте их сами, дарите их и распространяйте их кто как может. Это доступно каждому без исключения. И результатом вашего участия в том, чтобы раздавать Вриндаван другим, будет наша квалификация там оказаться самим. Вот так. Немножко сегодня лидические отступления у нас частые, извините за них, пожалуйста, но не могут сдержаться и не прославить Шива Прабхупаду, попытаться прославить. Итак, Вишнатача Квардио-Такур говорит, Шибаларама наслаждался танцем расы на берегу Емуны в славном... А, мы же не дочитали еще. Мы на Божественной Луне заставили сегодня. Так вот, Божественная Полная Луна, Божественная Обитель проявилась на небосводе, желая доставить удовольствие Балараме и увеличить красоту Вриндаваны. Удивительно, что Баларама также изначально духовный учитель. И так же, как Луна в его лилах высвечивает Вриндаван, Луна чистой предности Шива Прабхупады высвечивает также и Вриндаван для всех живых существ этого мира, этой Вселенной. Он представитель Господа Баларамы. Слова Сэвитээстри Ганай, окруженные множеством девушек, указывают на тех гопи, которые не встречались с Крышной. В комментарии Сарата Даршни, Шила Вишината Чакаварти Такура пишет, «Шри Баларама наслаждался танцем расы на берегу Емуны в славном месте Рамагхата, вдали от места проведения расы лилы Шри Крышны». Стихи 27-28, и здесь сейчас Шила Виндаван Дастакур приводит 21-22 тексты из 65 главы. Десятая песня Шила Виндаван «Баларама танцевал в кругу прекрасных юных гопи, обнимал их, с каждым мгновением усиливая их любовное влечение. Это было подобно тому, как слон Айр-Индры Айравата наслаждается со своими женами. Небожители осыпали землю дветочным дождем, гром барабанов оглашал небосвод, а Гангарвы и великие мудрецы пели славу величественных деяний Шри Баларама». Комментарий Шила Бхестанта Сарасвати Такура. В некоторых изданиях этой книги мы находим слово «Утгаян» вместо «Упаги-яману» и «Махендра-варано-ядха» вместо «Махендра-ива-варана». Поскольку Шидара-свами, Санат-Нагасвами, Шила-Джива-Госвами, Вишна-Тачаквардита Курник комментирует эти два стиха, 21-22, можно заключить, что некоторые версии Шимад-Бхагаватам не содержат их. Объяснение этих стихов есть в комментарии Бхагават Чандрика. На Шимад-Бхагаватам Вирарагава-чаре, принадлежащему к Раману Джасампрадай, а также в комментарии «Падаратнавали Виджай-дваджатирдхизмато-сампрадай». Текст 29. «ЕСТРИ САНГАМОНИГАНЕ КАРИНАНИМДАН ТАНРАУ РАМЕРА РАСЫ КАРИНА СТАВАН» «Великие мудрецы порицают общение с женщинами, но прославляют танец расы Бал-Рамы с пастушками в Раджа». Шишу Кадев Госвами в комментарии Шилбакистанца Расладида Кур пишет «Шишу Кадев Госвами осуждает общение с женщинами и с теми, кто к ним привязан. Он говорит, «О, царь, ночью такие завистливые домохозяева спятые и потворствуют своей похоти, а днем зарабатывают деньги или проводят время в семейных заботах». «Так проходит вся их жизнь. Ничего не знающие о своем подлинном Я, безмерно привязанном к временному приходящему, люди не интересуются главной причиной своих проблем. Постоянно, видя бренность мирского бытия, они не осознают неминуемой смерти, несущей крушение всех их планов и устремлений». Это тексты 33 и 4 из 1 главы 2 Песни Багаватам. «Господь Капила Дева говорит своей матери и Девахути, если человек снова втает на путь порока, попав под влияние тех, кто одержим желанием чувствных удовольствий, ищет любовных утех или потакает прихотям языка, то он опять оказывается в аду. Он утрачивает правдивость и чистоту, решается милосердие, сосредоточенность, духовного разума, стыдливости, аскетичности, славы, терпимости, способности владеть умом и чувствами, удачливости всех против добродетелей. Ни в коем случае нельзя общаться с закренелыми, глупцами, лишенными склонностей к самопостижению, рано как и с теми, кто похож на заискивающих собачек в руках женщин. Ничто другое не способно так ослепить и подчинить себе человека, как привязанное к женщине, или дружбу с теми, кто к ним привязан. Увидев собственную дочь, Брама, очарованный ее красотой, забыл всякий стыд, и когда она приняла облик Лани, превратился в олень и погнался за ней. Среди всех живых существ, созданных Брамой, людей, богов и животных, никто, кроме мудреца Нары, Нарай, Нариши, не способен устоять против чар Майи в облике женщины. Теперь ты видишь, каким могуществом обладает Майя, Майя, принявшая образ женщины. Одним движением Бравей она заставляет повиноваться величайших воинов и завоевателей мира. Тот, кто желает достичь совершенства йоги, кто, служа мне, осознал свою духовную природу, никогда не должен обращаться с привлекательной женщиной, ибо в Писаниях сказано, что для него такая женщина подобна братам в ад. Сотворенная Господом женщина в воплощении Майи. И тот, кто общается с женщиной, принимает в нее служение, должен знать, что идет дорога смерти, как человек, на пути которого попался заброшенный и заросший травой колодец. Чрезмерно привязавшись к женщине, в следующей жизни живое существо получает женское тело и с глупым умилением взирает на Майю в облике своего супруга. То есть это обоюдное чувство женщины в образе, Майя в образе женщины, Майя в образе мужчины, это женщины. Чрезмерно привязавшись к женщине, живое существо получает женское тело в следующей жизни, с глупым умилением взирает на Майю в облике своего супруга, рассчитывая на то, что он дарует ей богатство, детей, дом и другие материальные блага. Поэтому и женщине также следует знать, что привязанность к мужу, дому и детям уловка внешней энергии Господа. Майи, ведущие к гибели, подобно тому, как призывные звуки оленя, охотника, несут себе смерть для оленя. Очень резкие слова Шиман Бхагаватам, которые цитируют и Шила Бхахистанта Сарасвати Такур. Из песни слов не выкинешь, особенно из третьей песни, 31 главы, этих слов не выкинешь. И Шила Пропада объяснял, для того, чтобы вайшнави, которые слушают нашу трансляцию сегодня, не подумали, что здесь какая-то есть половая дискриминация. Но об этом говорится в конце, что это обоюдная иллюзия. Шила Пропада объяснял, что слова шастр, в которых говорится, что стрисанга, общение с женщиной, является самым губительной формой Майи для человека, идущего по духовному пути, говорил, что когда шастры объясняют, говорят о важности, вернее, об опасности общения с женщиной, под женщиной шастры имеют в виду то, что мы считаем противоположным полом, то, что мы считаем объектом наслаждения для нас. Он сказал это, сформулировал в следующем афоризме, он сказал, что для мужчины женщина – женщина, а для женщины – мужчина – женщина. И поэтому, когда речь идет о стрисанге, женщины должны понимать, что перевод для них, стрисанга, означает общение с привлекательной формой мужчины. Эти стихи с 32 по 42 и с 31 главы следовало бы сделать эпиграфами и настройками всех современных, очень популярных и многочисленных курсов по, как там они называются, по тренингам по взаимоотношению между мужчинами и женщинами, как привлечь мужчин, как привлечь женщин, как сделать себя привлекательной, как 100 способов заставить мужчину влюбиться в себя. Все вот эти вот, я не знаю, коэффициент их успешности, КПД этих курсов, но то, что отбоя желающих на эти курсы попасть, нет, это факт. И это тем самым ведущие этих курсов, ну, некоторые из них руководствуются совершенно, видимо, чистыми мотивами постепенно выудить за эту привязанность людей из материальной жизни на путь духовной жизни. И я также не могу оценить КПД этого намерения таких замечательных вайшновов, ведущих подобных курсов. Я не могу их оценить, я не знаю статистики. Но я допускаю, что мотивы, некоторые из них чистые. Но я также допускаю, что есть и другие мотивы. И нужно знать, что пытаясь укрепить связь между мужчинами и женщинами, которая по большому счету в укреплении не нуждается, она и так достаточно прочная, иначе бы этого мира не существовало во всех смыслах, в экономическом, в биологическом, в социальном, во всех, в эмоциональном, в художественном, живописном, архитектурном и прочем. Все эти формы искусства и искусства и культуры, так называемые, во всех своих разнообразных проявлениях построены на притяжении двух полов мужчин и женщин и на роли семьи, которая в результате такого притяжения возникает. Это важная вещь, крайне важная, и без этого невозможно сферу нашей жизни вычеркнуть, вообще взять и вычеркнуть ее. Нет, она будет. Однако шастра регламентирует взаимоотношения между мужчинами и женщинами так, чтобы возникающее, естественно, образом между ними спонтанное влечение совершало полезную работу. Вот так как мы сейчас с вами, дорогие, преданные, сидим и читаем Шиман Багаву, читание Багаву, то вернее, ну и Шиман Багаву там заодно. И мы пользуемся сейчас для того, чтобы вот это обсуждение, которое звучит вживую в Майяпуре, могло распространяться через все эти каналы, трансляции, пользуемся одним простым физическим фактом. Электроны притягиваются к противоположному полюсу, к положительному полюсу. Отрициальный заряд и положительный заряд притягиваются друг к другу. И если это притяжение не цивилизованное, тогда возникает, так сказать, неограниченно, возникает короткое замыкание искра, огонь, вспышка и ничего полезного. Но если, как это делают опытные инженеры, эту естественную притягивающую силу притяжения между противоположными полюсами электронов к противоположному заряду использовать, пропуская электроны через различные электронные платы, и схемы, чтобы они по дороге совершали полезную работу сквозь диоды и транзисторы и различные элементы, катушки индукционные и чипы и так далее. Они совершают полезную работу, и вот мы с вами сейчас сидим, общаемся в таком виртуальном формате только потому, что эта полезная работа совершается, полезная работа естественного притяжения. И точно так же шастры, зная об этой спонтанной привязанности и притяжении противоположных полов, пропускают эту привязанность через различные ритуалы, через различные правила и приписания, ограничивающие их, чтобы в конце концов достигнув своей цели, сойдясь, полы, или как их правильно называется, противоположные полы, они смогли совершить полезную работу. И полезная работа проявляется в первую очередь в рождении замечательных детей, которые благодаря такой регламентированной жизни возникают, когда родители движимы, естественным для них присущим желанием позаботиться о будущем ребенка, вложить в него самые лучшие веды и контуи говорят, как это лучше сделать, когда родители пекутся из-за своей естественной привязанности к детям об их здоровье и веды дают рекомендации того, как это лучше делать, как правильно воспитать ребенка, какое образование ему дать, как создать условия для его жизни. Все эти аспекты ведической культуры возникают на этом естественном протяжении. А когда его нет, тогда у Панишада говорят, иди в лес и сиди там, не нужно тебе ни к чему притягиваться, сиди изучай Панишада и уходи в духовный мир. Вот так. Поэтому Шива Пропада цитируя, насколько я помню, он цитировал Маршала или Адама Смита, кого-то из этих двух знаменитых экономик. Я помню, Маршала говорил, что Маршал сказал, если я не ошибаюсь, или Адама Смит, что не будет семейной привязанности, не было бы экономики в этом мире. И они были правы. Поэтому, когда мы читаем такие описания в Шмадбагаватах, мы должны, во-первых, не обижаться, думая, что здесь какая-то дискриминация, женщин Шива Пропада объясняет, как это нужно правильно объяснять, а понимать, что сам факт того, что мы все женские природы, пытаемся выставить себя в роли наслаждающихся, тем самым выставляя себя в таком психологическом смысле мужчинами, как наслаждающимися. Не важно, какой биологический пол у нас. И тот, кем мы пытаемся наслаждаться, мы превращаем в объект наслаждения, в женщины. И поэтому Шива Пропада сказал в этом афоризме «Для мужчины женщина – женщина, а для женщины – мужчина – женщина». И если мы исследуем регулирующий принцип приятного схожения и рекомендации «Мвет по правильной семейной жизни», у этой естественной и часто разрушительной привязанности возникает положительная и конструктивная сторона, которая может привести к очень большому, большой пользу для общества и для индивидуальной духовной жизни участвующих в них людей. Вот, Ши Нарадамуни сказал Махараджи про Чинабархи «Глупцы стремятся к так называемому благополучию жизни в полном достатке с женой и детьми, зная это, считая это своей главной целью. Так, не узнав ничего о трансцендентном Верховном Господе Вишну, они скитаются по материальному миру, постоянно перерождаясь и нигде не находят приюта». 4.25.6 Ши Нарадамуни 4.25.10 и так далее. Нарадамуни рассказывает Махараджи про Чинабархи историю царя Пуранжаны и царицы Пуранжани. Там же Бхагаватам он упоминает об опасности общения с женщинами и говорит о важности служения Господу Хари. Нарадамуни продолжает наставлять Махараджи про Чинабархи «Мотярь, посмотри». У нас очень много будет сегодня стения про эту тему. Комментарий Шива Бхагистанта Сарадхи Токура на 10 страниц на эту тему. Так что настраивайтесь на лирический лад. Романтический. И мы напоминаем, что эти комментарии Шива Бхагистанта Сарадхи Токура звучат в контексте описания раса лилы Господа Баларамы. В 29 стихе Приндаунда Токура сказал «Великий «Еса с три санга муни ганы карина ниндон». Ниндон означает «Порицают общение с женщинами». Танрау Рамера Расы Карина Ставан «Великие мудрецы порицают общение с женщинами и прославляют танец раса Баларамы с пастушками Враджи». Шива Бхагистанта также оговаривался, что да, общение с материстическими женщинами порицается, однако нигде в шастрах не прославляется и не поощряется оскорбительное отношение в адрес женщин в Ишнави. И вообще оскорбительное отношение к адрес каких-либо женщин или в адрес каких-либо живых существ в целом. То есть эти две вещи опасность мирского общения с противоположным полом и уважение ко всем, они не взаимоисключающие совсем. Необходимо. Более того, только человек, который умеет уважительно относиться ко всем живым существам, в первую очередь к женщинам, как к матерям, которые заслужат величайшего уважения, защиты и почитания, только такой человек может по-настоящему правильно относиться к ним, не пытаясь эксплуатировать их за собственных эгоистических желаний. Даже если эти желания появляются в его сердце, он никогда не будет давать им повода для проявления. Шхиллопрападан говорил, у нас в юности были те же самые желания, что и у вас. И мы тоже были молодыми людьми, у нас были тоже эти все, как их называют, гормоны и мысли, но у нас не было даже мысли в голове подкатиться с этими идеями какой-то женщине. Не было мысли, потому что была культура и была нравственность и была также духовная чистота у людей, которые поклонялись Господу Хари, что давало им силу терпеть эти желания и давать им проявляться. Как мы также воспитаны нашими родителями и знаем, что в каких-то фубличных, приличных местах нужно какие-то побуждения терпеть и не давать им проявляться, чтобы не прослыть невежливым или грубым. К сожалению, этот мир сегодняшний мир этому не учит. Мы продолжаем читать Шиме Бхагаватам. Нарадамунии продолжает наставлять Махараджу Прочиннабархи. Мой царь, посмотри, как красив едва распутившийся цветок и как, увидая, он теряет свое очарование. Подобно этому женщина сначала очаровывает, а затем превращает жизнь мужчины в череду сплошных проблем. Сам вид молодой женщины пробуждает мужчине вожделение, толкая его на утоление своей страсти. Он с головой уходит в пучину чувственных сладостей, радостей, услаждая все свои чувства от языка до гениталий. Семейная жизнь приносит ему иллюзорные ощущения счастья. В присутствии жены он забывает обо всем, его очаровывают голоса жены и детей, подобно радостному жужжанию собирающих сладкую пыльцу пчел. Мужчина теряет счет времени и бесценные мгновения его жизни приходят в пустую. Он не замечает того, как жизнь его подходит к концу и как за его спиной возникает послание смерти. «Пойми, о царь», говорит Нарда Муни. «Опасность подстерегает себя со всех сторон. Пытайся извлечь урок об истории из истории болений. Будь всегда бдителен и позабудь о деятельности, которую обещают райские кущи. Оставь семейную жизнь исполненной плоских страстей и слушай более историю тех, кто погряз в этой суете. Прими приберующие верховной личности Бога, воспользовавшись милостью осознавших себя душ. Так ты сможешь выйти, освободиться из скорбудоворота материального бытия». Здесь видимо опечатка. «Так ты сможешь освободиться от доброта материального бытия». Тексты 54, 55 и 29 главы 4 песни Шиман Бхагаватам. И здесь опять же Шил Пропада объясняет часто, что семейная жизнь в Айснавске, построенная вокруг служения Кришне, не является разрушительной, не является вредной и не является противоречащей духу преданности. Он пишет в первой песне Бхагаватам в одном из комментариев, что те четыре Ашима одинаково важны духовно, но Ашиму Саньяси воплощает в себя цель Варнашима Дармы, отречения высшей степени, и поэтому ему оказывают особое почтение. Более того, это вопрос правильного видения. И Шил Пропада также тестировала его слова, слова поискнутой Сарасвати Такура. Он сказал, что если бы меня было уверенно, что мои дети родятся преданными, местами преданными, я бы зачинал сотни детей. Никаких проблем. Поэтому есть другая сторона, другой взгляд на эти вещи, но поскольку с этой стороны очень легко соскользнуть, особенно легко соскользнуть на мирскую отношение к семейной жизни. Эту границу легко перейти, особенно потому, что преданные живущие дома сами себе определяют саду, сами себе определяют границы допустимого взаимоотношения, сами себе определяют цели и приоритеты. Поэтому очень легко без должного общения с саду, с святыми людьми, которые смотрят на вещи правильно, эти границы переходить в неправильную сторону. Об этом говорит седьмой песнейшима Бхагаватам царь Юдиштир, обращаясь к Нарадимуни, говоря, я греха мудрадхи, я погряз в семейной жизни, пожалуйста, дай мне наставление, как правильно вести семейную жизнь так, чтобы она не была препятствована для меня. Поэтому крайне важно для преданных грехастых регулярно общаться с преданными, не только с Саньяси и Брахмачари, с грехастыми, с другими преданными, создавая сангу, в которой звучат рассказы Кришны, звучат Киртан, общение на духовные темы, где есть доверительные отношения, помогающие преданным не забывать и не терять теперь с виду перспективу в своих очень важных, но часто второстепенных делах. Я знаю многих преданных, здесь живут в Майяпуле рядом с тем местом, где живут очень многие такие преданные, которые каждый вечер проводят у себя дома Киртан, например, в грехастхе. Жена готовит просад для всех, кто приходит найти Киртан, себя угощает, потом за всеми убирает, служит, раздают пожертвования тем, кто приходит к ним в гости, устраивает какие-то фестивали, праздники, растят детей в духе служения другим. Вот это духовный мир и жить в таком семейном, в таких семейных отношениях не является ни в коем случае препятствием для духовного пути. Или есть другие преданные, которые живут как саньясь или брахмачария, которые создают такую семью из тех, кому они помогают духовно, или из тех, у кого они получают духовную поддержку. И так, и так. Все должны жить в семье, но семья у всех немного разная. Но, однако, все могут использовать свои отношения, которые они должны заводить для служения Кришне, для того, чтобы брать на себя все больше и больше ответственности за помощь, другим в их духовной жизни. Тогда между такой семейной жизнью или жизнью отречения не будет никакой разницы. Так это объяснял Шива Прабхадам. Но, тем не менее, поскольку опасность велика соскользнуть с этого пути на мирское отношение к семейным узам Шива-Бахистанца Сарасвати-Такур и Бхагаватам неумолимо и непрерывно напоминает нам об этой опасности, чтобы мы эту тонкую грань не переходили. Рассказывая Шнава-Грехастхи, царе Преаврате, Шукадево Госвами говорит, он горячо любил свою жену Бархишмати, и брачные узы сковывали его все сильнее и сильнее. Женское обаяние царицы Бархишмати, ее походка, взгляд, умение одеваться, грациозные движения, улыбка и смех полностью приняли ум царя. Он был великой душой, навел себя, как обычный мужчина, попавший под каблук жены. Царь Преаврата был великим, великим, преданным. И он, более того, не хотел жениться, пока его не уговорили Брама и Ману. Инара Думуни тоже участвовал в этом разговоре, он пытался уговорить его не делать это. Вот так, иначе, у него все будет хорошо потом. Далее царь Преаврат осуждает свою жизнь полной мирских радостей, мирским материальных наслаждений. Горе мне, чувственные радости погубили меня, я погряз в страстях и не вижу спасения, подобно человеку, упавшему, взоросший торговой колодец. Довольно с меня. С этого дня я ставлю всю виду наслаждений. Во что я превратился? Я стал дрессированной обезьянкой, танцующей по указке моей жены. Текст 37-й, 1-й, 5-й песни Бхагавата. Может быть, кто-то из вас, дорогие преданные, пожалел уже, что участвует в этих танцеляциях. Но это слова великих святых. И таких слов есть немало, также в наставлении Шивы Пхабхана и Шивы Бхагавата и их читания через Амриты. Господь, решая Бодева, так наставляет своих сыновей. Шастры святые утверждают, что служа чистому преданному Бога, человек вступает на путь освобождения. Но тот, кто общается с женщинами и людьми, привязанными к чувствам наслаждения, идет путем тьмы. Даже образованного и мудрого человека следует считать безумным, если он не понимает, что все усилия ради наслаждения чувств пустая, лишь пустая трата времени. Забыв об истинном благе, он пытается наслаждаться окружающим миром, печется о своей семье, возникающей сексуального влечения и доставляющему ему страданий. Такой человек мало чем отличается от глупого животного. Половое влечение мужчин и женщин друг к другу – главный принцип материальной жизни, материалистичной жизни. скрепляя вместе сердца двух существ вот эти самые скрепы. Не буду на эту тему шутить. Скрепляя вместе сердца двух существ это ложная идея путывает их нитями привязанности к дому, телу, собственности, детям, родственникам и деньгам. Туман иллюзий сгущается и заставляет человека мерить все лишь категориями «я» и «моё». Однако, когда в сердце материалиста ослабевает узел этих мирских привязанностей, он избавляется от непредалимого обличения к дому, жене и детям. Отбросив основной принцип иллюзий «я» и «моё», он достигает освобождения и отправляется в трансцендентный мир. Пятая глава пятой песни Шимарбхагава там. И Широпопада объяснял также предным грехастам, которых у него было очень много, каким образом эта привязанность естественная для мужчин и женщин в семейных отношениях, каким образом она может и духотвориться и стать благотворной и благоприятной для духовного развития. Он объяснял, что в центре жизни каждого грехаста должно быть служение божествам. Именно так объясняет этот принцип Иджима Гасвами в Бхакте Сандарби, которого цитирует Широпопада в читании «Чиритамрити». Он говорит, что поклонение божествам особенно важно в первую очередь для грехаст, которые имеют ресурсы, которые не могут и должны занимать служение Богу, непосредственно направляя на поклонение Кришне в форме арчевиграхи. Поэтому поклонение арчевиграхи должно быть пышным и должно соответствовать уровню достатка человека, в котором ни у кого дома они живут. Так он объяснял. И естественным результатом поклонения божествам является что? Угадайте, пожалуйста, дорогие преданные. Является что? Прасад, который нужно раздавать. Нужно готовить его не так, чтобы только нам в семью хватило, а чтобы его было очень много и чтобы можно было раздавать его повсюду. Это раздача просады или это самой лучшей формой давать прибежище другим живым существам, не только преданным. Эти два принципа, описанные в 11-й песне Бхагаватам о семейной жизни, так и звучат. Грехина Бхутаракши Иджия, что означает Грехастха, у них есть два принципа в жизни. Это Бхутаракша и Иджия. Иджия означает поклонение божествам, а Бхутаракша означает защищать других живых существ, кормяя их и также предоставляя другие формы защиты по необходимости. Но самая естественная, наиболее приемлемая форма защиты это кормить других живых существ Кришна Прасадом как можно шире, так чтобы у любого грехастхи всегда в машине был бы какой-то пакет с непортящимся Прасадом, который он может всегда дать кому-то угостить, тем самым дав ему милость Кришне. Вот так Шивопад объяснял должны жить в грехастхе. Я думаю, очень важно для преданных грехастх может быть даже такие обеты давать, когда они заключают эти узы, очень важные священные узы брака, давать обеты жить не только друг ради друга, но и ради других, в первую очередь раздавая Прасад так, чтобы вокруг них может быть не в радиусе 10 миль, но хотя бы в радиусе 10 метров не было ни одного голодного. Тогда мир будет Вайконхой и тогда в программе Пища Жизни как в отдельной программе не будет никакой необходимости, потому что она будет естественным кредо преданных живущих грехастхи, как грехастхи, которых всегда будет большинство. Погладаем читать эти отрезвляющие слова шастер. Хотя вы знаете, дорогие преданные, наверное, на этом мы закончим, потому что комментарии продолжаются еще, как я сказал на несколько страниц, долго, очень долго он будет длится еще, нам хватит его на завтра, поэтому, может быть, мы на этом закончим. Сейчас я посмотрю, сколько можно было бы. Давайте мы еще прочитаем один абзац. После того, как Пищни Дуты освободили Аджамилу из рук посланца Бога Смерти спасенный Браман раскаялся в том, что полностью погряз в чувственных наслаждениях. Цитата. Тот, кто отождествляет себя в целом и всегда жаждет чувственных удовольствий и потому занимается разнообразной благочестивой или греховной деятельностью, это и есть материальное рабство. Настало время освободиться от пут материи, который попал под влиянием иллюзорной энергии Всевышнего, что предстало передо мной в облике и женщины. Иллюзорная энергия полностью овладела мной, и я, падшая душа, стал подобен послушной собачонке, танцующей по мгновению женской руки. Настало время вырвать из сердца желание услаждать свои чувства и сбросить оковы иллюзии. Я стану сострадательным и добрым другом всех живых существ и буду всегда пребывать в сознании Кришны. Я всего лишь произнес это имя Господа в присутствии преданных, и теперь мое сердце очищается от скверны. Отныне я исполнюсь решимости и не поддамся более соблазну иллюзорных иллюзорных чувственных удовольствий. Я сосредоточу ум на абсолютной истине и уже не буду отождествлять себя с телом. Отринав ложные понятия я и мое, я направлю все свои помыслы к лотосным стопам Кришны. Шестая песня, вторая глава, текст 36, 6, 38. И последний короткий абзац мы прочитаем. Ямарадж говорит своим слугам, Парамахамсы, святые души, свободные от власти материальных наслаждений, пьет нектар лотосных стоп Всевышнего Владыки. Слуги мои, ведите ко мне на суд лишь тех, кому вкус этого нектара неприятен, как избегает общения с Парамахамсами, привязанных к семейной, кто избегает общения с Парамахамсами и привязанных к семейной жизни и к усладам плоти, ведущим в ад. Шестая песня, третья глава, текст 28. Вот сегодня, на сегодня все, мы начнем читать. Завтра продолжаем, продолжаем, продолжаем читение комментариев к этому стиху. 29-й текст первой главы Адиканды мы запомним надолго, дорогие преданные, что в нем Вриндавандастакура сказал, Великие Мудрецы порицают общение с женщинами, но прославляют они сразу Баларамы с пастушками Враджа. Большое спасибо вам, уважаемые Вашнавы и Вашнави. Ждем вас завтра на чтении, продолжение чтения Шимат, читания Бхагаваты Бхагаваты и с комментариями Шилы Бхатиданды сразу дитакура. Харе Кришна Шилы Прабхупады Ки-джай Гранта Раджа Шимат Бхагават Ки-джай Гранта Раджа Шитания Бхагаваты Ки-джай Шилы Прабхупады Ки-джай Гор Приманам Дэй Харе Харе Богу Бхагават